Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 апреля. Страдания святых мучеников литовских Антония, Иоанна и Истафия. Эти святые мученики происходили из литовского города Вильны. И по тогдашнему нечестивому обычаю были огнепоклонниками, подобно тому, как и другие жители той страны. Поклонение огню, вообще распространенное в древности, имело место и в физической Литве. Оно состояло, собственно, в поклонении Богу огня, грома и молнии, Перуну, в честь которого в Вильне был выстроен в 1285 году довольно обширный храм. Антоний и Иоанн, родные братья, всей душой возлюбили христианскую веру. Когда однажды в Литву прибыл некий пресвитер по имени Нестор, они приняли от него божественное крещение. При этом старший из них по летам был назван Иоанном, а младший – Антонием. Оба брата по крещению проводили жизнь, подобающую истинным христианам. Находясь на службе у литовского князя Ольгерда, князь литовский правил с 1341 по 1377 год, Антоний и Иоанн старались скрыть от него свою принадлежность к христианству, но не могли достигнуть этого, потому что они слишком заметно отличались от язычников своими христианскими обычаями и поступками. Так они не желали, подобно другим, не стричь волос на голове и бороде, так как стригли язычники, не есть по постным дням скоромной пищи, не исполняли они и других нечестивых обычаев, противных христианству. И когда однажды князь спросил их, почему они не следуют древним литовским обычаям, святые безбоязвенно исповедали себя христианами. Князь стал принуждать их отказаться от христианской веры и вкусить предложенных за трапезой мясных блюд, но они, твердо сохраняя христианскую веру, не хотели вкусить мясного, так как тогда был постный день. Тогда князь приказал посадить их в мрачную темницу, куда святые отправились с радостью, как будто шли не в темницу, а на царский трон, хваляя их благодаря Бога за то, что он сподобил их пострадать за его спятое имя. После пребывания святых в темнице в течение целого года Иоанн, истомленный темничным заключением, убоявшись мучений, послал князю просьбу освободить его из заключения, обещая исполнять все княжеские приказания. Обрадованный князь повелел выпустить обоих братьев и поставил их в числе первых лиц при своем дворе. Иоанн по внешности был подобен нечестивым, исполняя все обычаи их и поступая по воле их князя. В сердце же своем он сохранял христианскую веру, тайно молясь Христу Богу, коего он не дерзал исповедовать открыто, боясь мучений. Антоний же нисколько не изменил своих христианских обычаев, но открыто поступал так, как подобает поступать истинному христианину. Брата своего Иоанна он укорял за его малодушие и страх, и всячески увещевал его покаяться и не страшась мучений, снова открыто исповедовать Христа. Известники же, видя, что старший брат Иоанн во всем повинуется князю, не обращали внимания на младшего брата Антония. Однажды, когда по обыкновению эти оба брата Иоанна и Антоний были у князя, Иоанн вкусил от поднанных ему мясных блюд, хотя и был постный день. Блаженный же Антоний не хотел вкусить этой пищи, открыто исповедуя себя христианином. Тогда Антоний, по повелению князя, снова был заключен в темницу. Иоанн же был в презрении у всех. Христианами он был нелюбим, как вероотступник. Язычниками же был укоряем, как человек непостоянный, который не сохранял ни старой языческой веры, ни новой христианской, в которую перешел оставить язычество. Сознав свой великий грех, Иоанн начал со слезами каяться в своем падении. И придя к вышеназванному пресвитеру Нестору, стал молить его, чтобы он был ходатаем за него перед братом, дабы тот простил его грех и принял его в общение с собою. Выслушав от пресвитера просьбу брата, Антоний дал такой ответ. У меня может быть общение с братом только в том случае, если он открыто исповедует Христа и христианскую веру. Когда он сделает это, тогда и будет у нас все общее. Иоанн раскаялся и с любовью принял слова брата. Теперь он стал искать удобного времени, когда бы он мог открыто исповедовать свою веру христианскую. Случилось однажды, что князь мылся в бане, а Иоанн прислуживал ему. Увидав, что настало удобное время, Иоанн смело и безбоязвенно исповедал себя перед князем-христианином. Но князь пока не показал своего гнева Иоанну, и ничего не сделал ему, потому что кроме них в бане никого не было. Тогда Иоанн спустя несколько времени в присутствии многочисленных вельмож князя громогласно объявил себя христианином. В тот час по повелению князя он был схвачен и без пощады бит различными орудиями и руками всех бывших здесь. И избиение это продолжалось немалое время. Потом святого заключили в темницу. Узнав о происшедшем, блаженный Антоний исполнился великой радости. Оба брата снова были в темнице вместе, прославляя Бога. Там же они сподобились приобщиться при святых и животворящих христовых тайн от вышеназванного Иерея. По прошествии нескольких лет святой мученик Антоний был осужден на позорную смерть, как бы какой преступник. Его приговорили к повешению на дереве. Когда накануне казни ему объявили об этом, он всю ночь перед смертью прибыл без сна, прославляя Бога в молитве и укрепляя брата к безбоязненному перенесению страданий за Христа. Антоний увещевал брата, чтобы он снова не отступил от веры и пророчески предсказал ему скорую смерть. После моей кончины, сказал он, и ты, брат, спустя немного времени через таковую же смерть отойдешь ко Христу. Когда наступило утро, оба брата причастились к божественному животворящему телу и крови Христовых. Около же полудня святой мученик Христов Антоний был выведен из темницы и по повелению князя был повешен на дереве в месяц и января в 14 день. Так непобедимый Христов воин предал свою святую непорочную душу в руки Христа Бога своего, коего он возлюбил всем сердцем своим. Святой же мученик Иоанн был оставлен в темнице, ибо нечестивые надеялись снова соблазнить его и отвратить его от исповедания христианской веры. Но когда увидали, что он твердо хранит святую веру и безбоязненно исповедует Христа и в темнице, осудили и его на такую же смерть, какой умер его брат. Через некоторое время язычники умертвили его через удавление, и тело его повесили на том же дереве, на котором был повешен его брат. Произошло же это месяца апреля в 24 день. Так и этот страста терпец окончил свой мученический подвиг, отошел к подвигоположнику Христу, ради которого принял мученическую кончину. Святые тела Антония и Иоанна были погребены с честью верующими и положены в одном месте. Спустя несколько времени по кончине святых мучеников Антония и Иоанна пострадал и блаженный Евстафий. Он, хотя и был юн возрастом, но мужеством и доблестью превосходил многих. Будучи прекрасен лицом, он был еще прекрасней душою и разумом. Познав истинного Бога, Истафий отверг языческое безбожие. И возлюбив Христа, пришел к вышеназванному пресвитеру Нестору. Наученный им святой вере, Истафий принял от него божественное крещение. Сделавшись христианином, Истафий проводил богоугодную жизнь, как и подобает истинному христианину. Он проводил все время в посте, молитвах и доброделании. Этот Истафий также состоял на службе у князя Ольгерда. Однажды Ольгерд рассматривал и решал дела своего княжества, а Истафий, как полагалось ему по его должности, предстоял перед ним. Взглянув на Истафия, князь увидел, что у него на голове длинные волосы. Надо заметить, что у тех язычников, воздававших божеское поклонение огню, был обычай особенным образом часто отстригать голову и бороду. Блаженный же Истафий, так как отвергся их нечестивой и безумной веры и принял крещение, носил длинные волосы на голове своей. Князь спросил его, не христианин ли он? Когда Истафий в ответ на это открыто исповедал себя христианином, то князь сильно разгневался и желал отвратить Истафий от Христовой веры, стал принуждать его съесть мясо. Святой же не только не съел предложенного, но даже не захотел и посмотреть на мясо, так как тогда был пост перед праздником Рождества Христова и кроме того была пятница. Тогда князь пришел в еще большую ярость и повелел без милосердия бить святого юношу железными палками. Святой переносил эти мучения столь мужественно, что не только не скричал, но не издал даже ни одного стона и из его глаз не скатилось ни одной слезы. Он только благодарил Бога, что он сподобил его пострадать за свое святое имя. Такое мужественное и терпеливое перенесение страданий святым снова привело князя в сильнейший гнев и он повелел лить в уста мученику самую холодную воду, в то время была суровая зима, так что тело его посинело от сильного холода. Тем не менее святой не повиновался княжескому повелению и не вкусил мясо. Затем князь повелел подвергнуть мученика более тяжким мучениям. Ему разбили и раздробили кости на ногах, на ступенях и голенях, содрали волосы с головы вместе с кожей и отрезали нос и уши. Так мучились святого три дня. Однако он как бы не ощущал никакой боли, не стонал и даже лицо его не обнаружило ни малейшего страдания. Он все время с любовью беседовал с христианами, плакавшими при виде его страданий и говорил им, «Не плачьте, братья, а мне, видя, что мое тело земное раздробляется среди мучений, ибо я надеюсь получить от Христа Господа нашего тела нерукотворенное, пребывающее вечно на небесах». Между тем, князь, видя, что ничего не может достигнуть мучениями, остудил мученика на смерть, повелев повесить его на том же дереве, на котором были повешены в том же году вышеназранные два святые мученика Антоний и Иоанн. Слуги взяли святого Аевстафия уже едва живого и повели на смерть. Святой же мученик Аевстафий, несмотря на то, что его бедра, ступни и голени были раздроблены, укрепляемый помощью Божией шел, как совершенно здоровый, бодро и скоро, но только не отставая от ведущих его, но даже и обгоняя их. Не отставая. Когда же приблизились к вышеназванному дереву, то слуги мучителя оббили шею святого веревкой и повесили его. Так и этот, страдалец за Христа, предал свою святую душу в руки Божии месяца декабря в тринадцатый день. Кончина святого Аевстафии, упомянутых ранее Антонио и Анна, последовала в 1347 году. Его честное тело было оставлено висеть на дереве близко от земли, чтобы его могли съесть звери и хищные птицы. Но ни один звер и ни одна птица не приблизились к телу, ибо Бог охранял его. Спустя же три дня оно в целости было взято верующими и с честью предано погребение недалеко от того места, где были погребены ранее пострадавшие упомянутые выше два святых мученика. Достоин примечания то обстоятельство, что после кончины святых никто из преступников, осужденных на смерть, не был повешен на дереве и том, не похоронен около него, так как Бог прославляет всегда своих мучеников. Хотя это место и было предназначено для казни, и все осужденные на казнь умирали там, однако после страдания и смерти святых на том месте не был казнен ни один преступник. По прошествии нескольких лет, когда в том городе умножилось число христиан, и святая вера со дня на день росла и крепла, верующие собрались вместе и придя к князю, просили его отдать их распоряжение то место, где приняли блаженную кончину три упомянутых святых мученика, князь по устроению Божий согласился на просьбы христиан и отдал им просимое место. Христиане, срубив дерево, то построили на его месте церковь во имя Пресвятой Троицы в честь и славу Отца и Сына и Святого Духа. Причем поставили святой престол на том самом месте, где раньше росло дерево. В эту церковь были внесены мощи святых мучеников Христовых Антония, Иоанна и Стафия для прославления Бога в Троице Святой Славимого, коему подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.